Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан Герман, если вы забыли. И у нас сегодня будет ролик, вернее, это даже, наверное, не ролик, интервью. Посиделки-поболталки. Короче, мы сейчас идем, берем бутылочку вина, садимся на пирсе и начинаем болтать с нашими... С стаканчиками, посиделочками, наушнички, трипод. Так вот, друзья, если вы не знаете, с кем мы будем разговаривать, мы вам расскажем. Это Тревели Фэмили. Ребята, которые сейчас находятся в Тихом океане, обошли уже больше, чем полторы кругосветки. То есть у нас такой кругосветный клуб. И они с двумя детьми... Ну, уже одна взрослая эта дочка. Ну, двое же детей. Да. Вот. Короче, большой семьей. Идут через все опасные мысли, через высокие широты. Не там, где мы на секунду шли. Нет, мы... Я люблю тепло, но, тем не менее, это ничего не меняет. Итак, мы сегодня будем звонить нашим друзьям и... Задавать им интересные вопросы, которые нам интересны. А не нам. И будет у нас такая новогодняя посиделка с разных уголков мира, а не с Тихого океана. А мы с Атлантического. Ну что, готовы? Погнали! Привет! Так, нас видите? Мы нет. Мы пока вас не видим, написано, что камера у тебя отключена. Вот! Вот теперь видим. Отлично, отлично. Ребята, Сергей, Дина, привет! Ну что, привет, друзья! Рады видеть вас. Передаем вам привет с Атлантического побережья Тихому океану. Привет! Пьем за вас! Привет Атлантическому обратно! С наступающим! Марин, ты главный спикер, как обычно. Это самое. Где вы находитесь сейчас? В какой части Панамы и Атлантического побережья, вот этого всего? Мы в Панаме находимся, в Линтон-бэй, это почти возле Сан-Бласа, то есть где-то 50 миль от Сан-Бласа, и где-то же 30 миль в другую сторону, и это Панамский канал, то есть с Атлантического, который идет на Тихоокеанскую часть. Мы стоим в Национальном парке, тут очень красиво, классно, нам нравится. Уже давно стоим, так совпало, но, тем не менее, тут классно. Это прямо не сравнить с Тихоокеанской стороной, там очень сухо и пустынно, и солено, а здесь суперзелено, тут прямо, ну, такое количество животных на квадратный километр, как здесь, вообще мало где. Поэтому нам, в принципе, повезло с нашей локацией. Так рассказывайте, что прямо даже завидно, что мы там не стояли. Мы на этом власти были, я думаю, что вы самое прикольное посмотрели. Ну да, 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 есть такое. Тут прямо джунгли, тут прямо вышел из Рейнфорест. Да, ребят, мы все-таки, ты сам, в уходящий старый год давайте поделимся, что у кого вообще, то есть оправдались ли нет ожидания от года, что произошло хорошего, что плохого, что не сбылось, какие планы поломались, какие планы, наоборот, перевыполнились. Ну смотри, у нас, я считаю, что год на самом деле неплохой, потому что, когда мы начали сейлить, ну, в любом случае, есть какие-то проекты, есть какие-то свои дела, которые, они, ну, вроде как бы и не так, чтобы подгорали, но... Откладываются в долгий ящик. Откладываются в долгий ящик. Когда мы куда-то дойдем, когда мы, наконец-то, начнем, но буквально там через пару месяцев стояния здесь, когда мы поняли, что мы привстали, мы начали всем этим заниматься, и на самом деле год прошел суперэффективно, то есть нас все говорят, о, вам не скучно стоять в одном месте, о! У нас год был такой прямо... Извините. Мы делали онлайн-школу, и у нас это было, заняло, ну, просто вот все время, то есть я с утра вставал, писал, потом монтировал, потом дописывал, там, 3D-графика, инфографика, и это занимает такое огромное количество времени, что на самом деле для нас это неплохо, что мы привстали, потому что это нам дало возможность, должно, дало время, чтобы вот то, что мы откладывали, наконец-то запустить. Поэтому, с одной стороны, да, мы были ограничены, как и все в перемещениях, но с другой стороны, у нас появилось время, чтобы закончить все висяки, которые у нас были и накопились. Висяки, проекты, то есть у Сережи видеокурс теории яхтинга созрел, наконец-то, то есть там очень много работы, очень много всякой 3D-графики и того, чего мы раньше не занимались. Это выучить пришлось? Ну, да. Я с картинами, со своими вот из ракушек те, что я делаю, я вышла прямо на очень новый уровень и уже начала сотрудничество с кураторами, с галереями, то есть это прямо вот… Дину начали в Штатах очень активно покупать, и поэтому я вот сижу лодкой, чинюсь, сама она сидит себе, занимается делами, у нее нету возможности. Да, то есть в этом смысле, когда ты постоянно чем-то занимаешься, ну, важно, чтобы оно было планомерно несколько месяцев подряд, тогда ты достигаешь хороших результатов. И вот в моем смысле я наконец-то имела несколько месяцев подряд, когда я просто не поднимая попы занималась своими делами, и это принесло результаты. То есть я… мне даже вот… нам скоро уходить, а у меня еще до весны прямо все распланировано очень сильно. Я говорю, Сереж, ну блин, куда мы пойдем, я сейчас не могу. То есть, ну, у нас пошли дела потихонечку, потому что вот присели и этим всем занялись. Не так, что от случая к случаю, там, когда-то дойдем, начнем, а начали прямо здесь и сейчас. И это очень круто, потому что, ну, мы как бы переформулировались в том смысле, что все, нам теперь торопиться никуда не надо, мы занимаемся делами. Сели, у нас там интернет хороший, кондиционер в Марине, мы поэтому в Марине стояли, чтобы все и монтировать, и доступ ко всему был. И в целом год прошел очень так плодотворно… И незаметно. Да, да, да. Очень вас понимаем, потому что нам вот как раз не хватает вот этого времени, чтобы сесть, да, спокойно, никуда не надо дергаться. Я вот думала, допустим, я пишу книгу, да, заканчиваю ее, думала, за этот переход от Тасмании до середины Тихого у меня будет три месяца, три месяца, чтобы что-то поделать. Ага, мы там полтора месяца из штормов не вылезали, а последние полтора месяца против пассата рубились. И, соответственно, ну, как бы ты вообще не можешь на это вот так вот выделить, чтобы… А надо же, если ты что-то пишешь, да, либо ты делаешь видеокурс, надо же как бы сосредоточиться, да, и несколько часов кряду, чтобы тебя ничто и никто не дергало. Ну, да. Поэтому вот этого нам очень не хватает. Мне кажется, это вообще невозможно в переходах что-то делать, то есть может быть там, знаешь, такое, типа… Надиктовывать. Легкий монтаж видосиков, может быть там диктовать, может быть даже сидеть что-то набивать. Заметки. Да, но именно чтобы это сформировать как-то в какой-то конечный результат, я в это не верю. Но это надо сесть и через какое-то время только встать, чтобы вот ничего не отвлекало все там… То есть не так, чтобы там у меня вахта, нужно пойти там, не знаю, салат резать. Я не верю, что это возможно делать в переходе, мне кажется, что это вот… Ну, вот просто ты садишься и начинаешь работать работу. А если хочется это в переходе делать… Ну, у меня так не получалось, во всяком случае, я не знаю, может я что-то не то делаю или не так, но… Не знаю, у меня не вышло. Вот я вас сейчас слушаю, на самом деле, бальзам на душу, потому что я думала, что только у меня не получается, все люди как люди, а я не могу. Ребят, слава Богу, в общем, что я не одна такая дура, и на самом деле это действительно невозможно. Вот вы меня сейчас утешили. Да это просто реальность, это просто реальность, потому что люди, ну, кто, может быть, думает по-другому, они не понимают, как это. Они не начинали что-то делать. Ну, такого характера. Просто когда яхтишь, когда идешь долго, ты в другом режиме находишься. Это не то, чтобы там сложно. Понятно, что уже там после какого-то определенного момента уже не укачивает, ты полноценно функционален, ты можешь уже делать все, что угодно, и это как бы тебя яхтинг не останавливает. Но именно концентрация, когда ты идешь, какая концентрация? У тебя концентрация на том, что ты идешь. А когда ты пришел, у тебя концентрация на том, что ты пришел. И никак по-другому это не работает. Поэтому тут как бы даже сомневаться не нужно. То есть нужно просто, чтобы что-то делать, нужно брать и делать. А в переходе это будет такой полуфабрикат, который потом может быть как-то созрели. Мне кажется, заметки только. Ну, заметки какие-то там. Я диктую или там какие-то наброски делаю там карандашиком. Но это никогда не готовый продукт. Ну да, и никогда не готовый результат. То есть для результата в идеале, конечно, сесть, посидеть, чтобы вот каждый там занимался своим делом. Никто не дергал, не отвлекал. И прямо вот такое планомерное количество часов один за одним. Потому что если постоянно на что-то прерываться, ну... Вот я, допустим, там сижу, делаю видеокурс. Дина говорит, включи кофеварку. Это мне нужно там вытащить компьютер, включить. Это вроде мелочь, да? Ну что тут такое? Но мысль уже потерял. Но я потерял мысль. И то, что я там 15 минут в голове держал вот всю эту структуру. Такой, да ну блин, ну что же это за хрень такая? Ну в этом смысле я тебя уже, камон, так не дергаю. Уже не дергаешь, спасибо. Мы сейчас вот прямо... У нас весь день проходит так, что мы общаемся... У нас весь день проходит, я лодку шкрябаю спокойно. Утром и вечером. А днем, то есть Сережа занимается прям своими делами, а я прям своими занимаюсь. Ну у меня еще, конечно, покушать, приготовить и убрать. Но... Я готов жить в грязи сейчас, у меня нет такой возможности. Я шкрябаю лодку, а потом выползаешь такой на лодку, такой, знаешь, как в слизи такой лег в кокпит. Только мне такое не подходит. И слюни пускаешь. А меня такое не устраивает. Так же, как вот он готов съесть какую-то сосиску и пивом там запить и типа он наелся, ему не надо. Мне надо, чтобы все было очень сбалансировано, и я за это отвечаю, а его это не волнует. И получается, что... Я на другом сконцентрирован. Отвечаю за сбалансированное потребление всех витаминов, микроэлементов. А у вас в плане планов как вообще все произошло? Так как вы планировали, ну я имею в виду вот... Ну на самом деле мы, когда приходили в Австралию, да, мы уже совершили там три огромных перегона по два месяца практически. Переходы таких между континентами. И вот с Африки мы пришли на Австралию 18 марта 2020 года. Мы планировали постоять в Западной Австралии всего две недели. И потом вот решать вопрос, что мы должны были лететь домой месяца на 4-5, с мая там по сентябрь. И вроде как мы за это время должны были вот в Западной Австралии перейти на Восточную, где-то или на Тасмании, или около Сиднея оставить яхту в зависимости от ценника и улетать. Но, в общем, пандемия не дала вообще ни улететь, ни выйти. Потому что в Перте нам сказали, ребята, короче, мы не знаем, что делать с иностранными яхтами. Поэтому из порта не выходите, а стойте. А то вы сейчас выйдете из порта и фиг поймете, что с вами в следующем порту сделают. И вот мы год стояли на одном месте вообще. И не зайдете. Да, и не зайти потом. И мы вот этот год, на самом деле, вот в отличие от вашего там стояния, он у нас не очень был плодотворный в плане какого-то там развития проектов. Но, скажем так, мы подобрались к многим проектам, которые развивать. У нас было очень много такой земной жизни. Ведь у нас же еще и дети, да, им же нужно социализироваться и вот это все. А расстояние в Перте огромное. У нас Лада ходила на несколько кружков и секций. Настя ходила в танцевальную школу. Там нужно было по 30 минут в одну сторону, как минимум ты едешь, а то и по часу. И вот туда-сюда мы, соответственно, вот это все, вот эти все занятия, они настолько вытаскивали из тебя соки, когда ты... И мы заново ощутили, когда ты живешь в огромном городе по площади, и тебе нужно успеть в 33 места. И вот это вот все, собственно, изжирает весь ресурс. Ты вечером приползаешь домой, там что-то сделал немножко. Но, естественно, блок мы продолжали вести, что-то там снимали все время. Дрон приземлится, не может, придется его лопатой. Отдевай. Садись на лопатах. О, боже мой. Папа, да ты мастер, слушай, а. Что-то же. Попутешествовали очень много по Австралии. Мы по Западной Австралии, это самый большой штат. Мы проехали там, ну, просто какие-то гигантские количества километров. И очень многие нам говорили, что мы тут живем 20 лет, мы не были вообще вот столько в тех местах, где вы были. Там в пустыне, в буше, собаки динго воют, мы в палатке спим. Вот это вот все с друзьями, там такая концентрат другой вообще вот этой путешественнической жизни. Ну и вот, собственно, а когда выпустили, мы сразу и вышли. И это было вот в конце там марта прошлого года, вернее этого нынешнего, того самого года, да, который мы сейчас отмечаем, провожая. И вот за это время мы, на самом деле, сделали уже такой прорыв, потому что мы закончили кругосветное плавание, которое застопорилось из-за пандемии на год вообще абсолютно. Вот мы обошли всю Австралию с юга, Тасманию, да. И вот этот марш-бросок за три месяца от юга Тасмании через, обходя юг Новой Зеландии, через экватор, и вот придя в центр Полинезии, вот это вот все вот такой, три месяца это был, знаете, такой, как портал в другой мир, потому что совершенно это стало в другом статусе, в другом измерении, да, и в другом внутреннем ощущении, в другой климатической зоне. И вот, пожалуй, вот этот прорыв был самым большим вот за этот год, да, что мы завершили кругосветное плавание через все южные мысы и Антарктиду. И вот сейчас у нас на вот этом вот этапе полторы кругосветки уже есть, да, и вот по идее сейчас у нас самый глобальный и важный момент, проект, это вот отсюда уйти благополучно и дойти до Дальнего Востока. Мы вот сейчас целимся в Россию, во Владивосток, и кучу-кучу формальностей надо решить, сделать, потому что, ну, там у нас вот на том моменте, как зарегистрирована сейчас лодка, мы в Россию зайти не можем без больших потерь. И вот сейчас мы занимаемся вот этим всем, лопатим кучу интернета, связываемся со всеми агентами мира, человек 20, наверное, 30 на проводе, и при этом там 2-3 из них только как-то могут адекватно ответить. И вот, то есть вот в этом мы сейчас постоянно находимся, плюс ремонт, и вот эти самые любимые, мы, правда, лодку еще не скоблили, но мы делаем кучу всего вот нас, потому что в этом переходе сломалось просто... Сломалось все. Ну, почти все, да, но потому что шторма, да, полтора месяца. Ну, мы понимаем, да, конечно, конечно. Оно пропорционально, ну, чем больше ходишь, тем больше ломается у каждой вот этой вот детали, у разный-разный срок службы и активной службы разный срок. И то, как вы говорите, там три месяца топить, для меня... Мы сейчас уже все системы продублировали, и вот сейчас мы поднялись, у нас продублируется еще одна система, у нас будет и два сал-драйва, скорее всего. Ну... Нет, в смысле, не два сал-драйва. Ну, один поворотный, один не поворотный. Ну, один будет лежать в кокпите. На данный момент мы стоим в Панаме, вот мы чинимся, и проблема у нас в следующем. Вы знаете, что у нас проблема с электронной ручкой газа, то есть где-то там ошибка. И за счет того, что мы не могли двигаться, плюс мы стоим в Марине, в которой не очень хорошее электричество, у нас произошла электролитическая коррозия, и сал-драйв пришел в негодность. Но мы решили объединить, может быть, мы поменяем механический сал-драйв, но на данный момент мы его сейчас сняли и ждем запчастей из Соединенных Штатов. Ну, а пока лодка стоит, вот я положил на нее праймер для того, чтобы покрасить новую антиобрастайку. Ну, короче, мы поняли то, что нужно все вот умножать на два. Просто все умножать на два, даже перед тем, как мы в тихий пойдем. А вы уже прошли еще и такими марш-бросками. Кстати, я не знаю, знаете вы или нет, я же в Мельбурне жил. А сколько долго ты там был? Год, но я там работал, я по работе туда ездил, я компанию одну развивал, свою, которая у меня была там в разных точках, и я развивал один из филиалов в Австралии. И я решил туда переехать и жить, и мне очень понравилась Австралия, офигенная страна. Поэтому то, что вы говорите, там вот эти расстояния, ездили, это же все одинаково. То есть там что Мельбурн, что Перд, что Сидней, что там, но они же все одинаковые. То есть ты там садишься и едешь там час куда-то в одну сторону, просто чтобы там кофе выпить. Мне кажется, вообще такое, когда ты долго стоишь вместе, то ты так погружаешься в культуру, и настолько как бы больше и глубже выхватываешь от нахождения там, чем вот просто ты там зашел на месяц, на два, вжик-вжик, починился, отремонтировался, посмотрел. Мне кажется, хорошо, что вы застряли там, потому что Австралия офигенная страна, мне очень нравится. И то, что вам получилось именно вынуждено в Австралии разобраться, как там все работает, прямо супер, класс. Очень мы за вас рады, прямо зависть берет. Я бы застряла в Австралии. Такая, знаешь, черная гадкая зависть такая. Тебе вина, наверное, надо подлить. А вина можно, да? Зависть пропорциональна. Отсутствие напитка. Обратно пропорционально, да. Про черную и гадкую не верим, не верим про черную и гадкую. Вы слишком искренне улыбаетесь, вот неправда это все. Австралия нам, на самом деле, очень понравилась. Я только мечтаю побывать, мне очень интересно. И австралийцы же классные, но австралийцы, вот у меня лично вместе с кенийцами, это просто number one и number two. Южная Африка. И южноафриканцы. Вот южноафриканцы, кенийцы и австралийцы, это прямо, ну, самые прикольные, вообще easy going, самые приятные и, ну, офигенные ребята. Я сколько жила в Таиланде, у меня было, наверное, 70% друзей, это австралийцы, новозеландцы, кенийцы и саус-африканцы. И это лучшие люди, я их выбирала, то есть это такое комьюнити, они прям, ну, намного прикольнее, намного интереснее, намного у них интереснее. Живее и проще. Живее, да, и ближе к природе, и вот это вот все, в общем, все ковбои оттуда. Вот полностью согласна, вот, кстати, опять, очень, очень разумно сейчас, вернее, по, короче, очень в тему сейчас будет задать вопрос тебе, Дина. Вот ты жила такая в Таиланде, вот, как бы, все вот это, а тут потом такой Сергей. И ты до этого мечтала пойти вокруг света, обойти его, ну, как-то не обязательно под парусом, вот прямо вот в таком глобальном масштабе? Или вот ты встретила любовь и такая, о, блин, а можно и в кругосветку? Мы с Сережей познакомились на Тиндере, на Пукете, я там жила, у меня все было хорошо, я начала уже, я уже... Шесть лет Дина там жила. Я шесть лет там жила, но я путешествовала по Азии, но я влюбилась именно в Пукет. И вот, ну, до сих пор Пукет это для меня, ну, мы идем на Пукет, то есть мы уже с полтора года задержкой, но пока планы не поменялись в таком вот конечном destination, уже откуда ты там потом путешествуешь во все направления. И Пукет, ну, Таиланд, в принципе, офигенное место. Пукет просто меня так принял, я в него влюбилась с первого взгляда и попутешествовав еще там полтора-два года по Азии, потом вернулась туда прям вот осознанно, все, я здесь буду жить. И еще спустя четыре года встретила Сережу. И, ну, так просто совпало, так получилось, что мы практически сразу начали жить вместе. И тут уже вопрос, либо он не доходит свою кругосветку, и мы живем, строим там какие-то свои дела, амбиции, либо мы идем, доходим его кругосветку, ну, и потом каким-то уже рексом возвращаемся в Таиланд. Так получилось, что мы решили, конечно же, идти дальше, потому что, ну, я там за шесть лет немножко уже подносиделась, то есть я путешествовала в Малайзию, в Индонезию, там Сингапур, по-местному, Вьетнам, ой, не Вьетнам, господи, Камбоджа, ну, такое. А тут стал вопрос паковать все и ехать дальше, ну, так и решили. У нас еще очень запомнилась для меня, как для яхтсмена, наша первая ночь, которую мы вместе провели. Боже, та же история стала, как мир. Представь себе, ну, там, ну, как бы, нужно же устроить романтику, на лодке выходишь, там сансет. Показать себя. Покатались там, зашли обратно, бросили якорь, и вот, как бы, все нормально, но среди ночи какой-то непонятный скрип. Я выхожу, а там такой большой, сбоку стоит такая большая лодка, футов, наверное, 80, такая деревянная, такая... Намотали муринг чужой. Агли, не-не-не, агли такой, уродливая. И она, короче, бушпритом мне в мачту стоит. Ну, просто ветра нету, знаешь, и все там вращаются. Он на муринге, у него муринг там метров сто, наверное, и он вот на нем вот это вот крутится непонятно. Ну, я такой стал, его там оттолкнул, понимаю, что надо же как-то, ну, переставляться, потому что фигня ж. Вынимаю якорь, отхожу в сторону, наматываю чей-то буи с мурингом себе на винт, думаю, а нафиг это все. В общем, во всей красе показал себя просто самый бодрый, самый демалой. Это было как в этом анекдоте про снеговика. Я в сексе не очень, а снеговика ты запомнишь. Ужасная история, ну не так все было. Ужасная история. Не, на самом деле я на яхтинг не смотрела, не смотрела как на что-то такое вау-вау-вау. У меня большинство друзей на Пукете, те, которые кайтсерфингом занимались, как я, большинство из них так совпало, что яхтсмены. А север Пукета там марина большая, классная, Yacht Heaven. И там как раз вот все ребята, которые там главные инженеры, капитаны, декхенды, стюардессы, девчонки, все мои друзья. С нами, я уже говорил, есть учитель по кайтингу, который у нас сам свой персональный учитель по кайтингу. Да, мы крутые. Да, Диана? Ага. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый лучший в мире инструктор. Диночка, покажи, пожалуйста, как управлять этим парашютиком. Ну, парашютиком управлять достаточно просто. Парашютик подсоединен к тебе стропами, планкой и трапецией. И планка крепится к трапеции, стропами управляется кайт. То есть я за правую часть планки потихоньку опускаю кайт вправо и левой стропой его останавливаю. Здесь у нас такие волны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я много раз ходила на лодках и на катамаранах. Ну, такие там на 4-5, максимум, дней 3 просто с друзьями. Но жить и в кругосветке я себе такого точно не планировала и не загадывала. Но так совпало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, получилось, что я тебя вообще, в принципе, в этом плане обманул. Я все время Дине обещал, что будет вот еще чуть-чуть и будет классно. Вот еще чуть-чуть. Вот сейчас мы зайдем вот в Средиземку и будет вообще все офигенно. Мы заходим в Средиземку, в Греции, Мельтеме, такое... Ну, мы сейчас это пройдем, будет лучше. В общем, лучше не было. Слушайте, ну, на самом деле все классно, я не жалуюсь, но в мечтах катамаран. В мечтах катамаран побольше такое, чтобы вот студия, отдельный спейс, офис, вот это вот все, чтобы жить как... Чтобы ты могла работать просто, это вот у нас основная задача. Ну, да, основная. То есть нам не хватает места, вот это проблема. У нас слишком много всего, и это некуда складывать, и фактически... И плюс еще задача, вот Дина делает свои ракушки, она раскладывается, у нас занято под это все. Я занимаю все, абсолютно. Одна каюта, центральная каюта и передняя каюта. Мы вам потом накидаем фотографии, как это выглядит. На штурманском сижу себе такой на уголке. Там Сережа такой чисто. Его как будто прижали, вжали, вдавили в стенку, а все остальное я и мои ракушки, и мне мало. Поэтому, ну, в этом смысле, конечно, я визуализирую себе катамаран. Причем так, чтобы боковой, ну, целый поплавок и центральная кают-компания, это был ее офис, и все, и хватит. Не, ну реально, вот места не хватает. А мне много не надо, я там могу Ивана Флайбриджа поспать. Мы, на самом деле, вот тут год стоим, мы так обросли барахлом, у нас настолько вещей прибавилось, что когда... Я с содроганием представляю, как когда мы пойдем, потому что я не представляю, как это все. Это в вакуумные пакеты не засунешь там и не компрессируешь в 6 раз, поэтому... Будем выбрасывать. Нет, выбрасывать мы не будем, все ценно. Вот у нас после Австралии такая же история, мы обросли барахлом, а у нас же еще три девчонки, да, у вас одна девчонка, а у нас три штуки. Соответственно, они сейчас тем более растут, если там, ну как бы размер меняется, да, и хочется же как-то красиво. Вот пока мы стояли год в Австралии, у нас добавилось всяких там химических реактивов для Лады, она у нас увлекается опытами. Куча там всяких одежд, книг, которые там хочется сохранить, потом мы собираем коллекции, у нас там какие-то коробки с камнями, эти из пустыни, эти там из золотого региона, какие-то гербарии. И плюс еще, говорю, опять же, одежда на трех барышень. И при этом одежда на все сезоны, поскольку мы шли через все климатические зоны, начиная от пуховиков и заканчивая там трусами. Да, да, соответственно, от купальника даваленок у тебя все это с собой, и вот это все от купальника даваленок надо же где-то хранить и сапоги, и пуховика. Вот сейчас мы, например, уходим отсюда на Владик, да, во Владике будет только кончаться зима, нам снова будут нужны пуховики, вот эти все сапоги и шапки, а они же дофига места занимают, как-то их там не компрессируй. И вот это вот прообросли барахлом, очень тоже нам понятно. Вакуум, вакуумные пакеты, вакуум, вакуум, вакуумные пакеты берите обязательно. Так, вот у нас такой большой мешок, мы сюда запихиваем одеяло, вы видите, сколько оно места занимает, даже так оно является достаточно компактным. Далее, здесь вот есть сверху зиплок, мы этот зиплок закрываем. И берем пылесос. Это одеяло сейчас занимает вот просто в два раза, может даже больше, но это так не старался, и в общем можно там форму задать, и вообще будет шикарно. То есть без вакуумных пакетов, ну вот вообще никак. Еще важно, что сюда совершенно не попадает сырость, потому что для тропического климата это очень важно, потому что если попадает сырость, то там будет собираться плесень. А так через полгода его открываешь, и он пахнет так же, как будто его только что привезли со стирки. Еще удобно, что в момент, когда вы сдуваете оттуда воздух, его можно положить в сумку и придать ему такую форму, как вам нужно. То есть это может быть простая форма, вот как сейчас, а можно его сделать там буквой Г, и как-то там хитро выложить, и будет занимать реально мало места. Слушайте, ну нам надо тоже такие. Сейчас стало понятно, что как бы маленько, что типа у вас задача вернуться на Пукет, и вот у меня вопрос, вот когда кругосветку закончили, вот даже наверное Сережа к тебе в первую очередь, потому что, ну как бы ты ее начал, да, имея определенные цели, вот когда ты пришел домой. Ну сейчас ты уже видишь, с Диной пришел домой, которая тоже уже потом хотела на Пукет, а вот если бы, наверное, ты пришел домой там один или там с дочкой как-то начинал, тогда бы была немножко другая история. Но вот какое было ощущение, когда вот ты сделал круг, да, вроде бы вот эту цель выполнил, ты как бы как ожидал, что ты сразу пойдешь дальше, как бы вторую теоретически там кругосветку начинать и продолжать, или ты там где-то зависнешь в Средиземке, поделаешь какие-то дела там дома, и вот это вот все, вот как это было, и какие-то были ощущения, которые тебя подтолкнули, и вас обоих, выйти сразу, ну не то чтобы сразу, да, но довольно быстро вы вышли сразу во второй круг. Вот мне интересен вот этот момент, поскольку нам сейчас домой возвращаться, да, после круга, после большого дела, и мы когда вернемся домой, у нас уже будет там 1,2,3 земли, ой, 1,2,3, да, и вот я с одной стороны этим вопросом хочу себя подготовить, что меня ждет, чего я там не ожидаю, что я, может, приду и через месяц скажу, ой, блин, а я думала, я тут год протяну, да, и надо идти дальше, вот какое у вас было ощущение, то есть вы, наверное, вы планировали, мы пришли, да, были там здесь какое-то время, и все, идем в следующую, или у вас это родилось уже когда вы там оказались, вот вернувшиеся из кругосветки? Ну смотри, у нас кругосветка, ну у меня кругосветка началась в Алтее, в Испании, но я никогда не воспринимал ее как именно кругосветку-кругосветку, потому что для меня, ну то есть у меня была идея, я переезжаю жить на лодку, и лодка мой дом, и этот дом имеет возможность перемещения, и если бы, допустим, вот я дошел на Карибы, и на Карибах мне там настолько понравилось, что я бы не хотел никуда дальше идти, я бы просто остановился и сказал, все, мне больше никуда не нужно, мне достаточно, мне здесь нравится, а если вот приходишь, и там место себя исчерпало, переходишь дальше, потом еще дальше. Ну тут должно все совпасть, тут должно очень много факторов совпасть, то есть у нас вообще нет такого, что вот пришел домой, ну это где, в Европу, то есть откуда ближе всего лететь в Украину, мы в Украине жить не собираемся, мы не собираемся, ну мы туда летаем по делам, я больше, чем Сережа, но у нас нет такого, что ну... там делать нечего, мы все, все дела там позакрывали уже давно, я все бизнесы, которые у меня были... Все наломало, все испортило... Я в 2013 году закрыл, то есть у меня там еще какие-то оставались, я все перевел в другие регионы, в другие места, и я вообще, ну у меня ничего там в славянском мире ничего нету, и вообще ничего там не держит, поэтому у меня нету такого, что вот именно как первая кругосветка была, вот мне ее нужно завершить, понятно, что оно где-то там подсознательно, когда ты там уже где-то слишком долго стоишь, тебя немножечко вот это вот толкает вперед. Ну то есть либо ты здесь уже остаешься и функционально проводишь свое время, либо ты потихоньку двигаешь дальше, и для нас это каждый раз решающий фактор. Ну а после того, как мы завершили, ну вот я завершил первую кругосветку, меня больше ничего не толкает. И вот мы стоим в Панаме, мне офигенно в Панаме, мне нравится здесь, все супер, то есть все, климат, все, ну климат, наверное, не самый идеальный, потому что экватор зона низкого давления, здесь постоянно течет на голову. Ну и здесь еще на самом деле инфраструктуры очень сильно не хватает. Ну в целом у нас нету ничего такого, чтобы вот прямо останавливал или там вот кругосветку сделал, галочку поставил, теперь нужно там отдохнуть, поработать. У нас такого нету, мы просто живем на лодке, там меняем места, там захотелось там большой цивилизации, пришли в Нью-Йорк, там стоим в Нью-Йорке, надоела цивилизация, пошли там на Багамы какие-нибудь там, не знаю, в шалаше живи лопухом, подтирайся и вот в таком ключе живем. То есть у нас нету кругосветки, мы, ну вот у нас дом, это вот землянок, где мы путешествуем, вот сейчас у нас дом в Панаме, потом переедем, там будет в Полинезии дом, наверное, какое-то время, потом в Азии будет дом. Ну и в Азии мы присядем, в Азии мы чуть-чуть присядем и будем ходить, вот это вот каникульные там, не знаю, 4 месяца в году там куда-то в Индонезию, там в Японию, ну то есть для нас Азия, ну такой эпицентр. Мне просто очень Азия нравится, я же говорю на китайском, и мне нравится вообще азиатский регион, и Дина там жила, наверное, не просто так. Я не говорю по-тайски, но я хочу провести еще несколько лет жизни там. И на самом деле, ну чтобы растить свои проекты какие-то, нужно чуточку присесть, потому что, ну, на ходу ты их не будешь растить, это неэффективно. И для нас пока, ну вот мы такой, как Майлстон, мы дойдем до Пукета и начнем, начнем продолжим растить проекты. И, допустим, 5 лет пожив там, мы можем спокойно уехать куда-то, уйти в Америку. Там, не знаю, в Нью-Йорке там остановиться и там развиваться там как-то. То есть мир дает возможность там перелетов и смены мест, локаций. Хочется там яхтинга в Средиземке, там можно целый сезон в Средиземке отходить. Потом хочется там яхтинга на Карибах, целый сезон можно на Карибах отходить. Или в Азии. То есть у нас именно вот с точки зрения такого, что кругосветка, кругосветка, у нас такого нету, мы не привязаны, мы так даже не думаем. У нас скорее так вот есть временные рамки, когда мы идем, и это по фану, и есть временные рамки, когда мы стоим, и это эффективно. И, ну, в целом, конечно, вот мы здесь год постояли, это очень эффективно. Ну, в следующий раз, я надеюсь, мы постоим прям вот так крепко в Азии, ну, еще крепче. Ну, в Азии разнообразно, там можно тоже там и снимать, и ходить. То есть я мечтаю в Японию пойти, там во Вьетнам обязательно сходить. Ну, куча таких направлений, которые вообще Индопасифик, это там 80% биоразнообразия всего морского дна. И, ну, это такой вот эпицентр, эквентэссенция всего прекрасного, что, в принципе, я думаю, и там все достаточно на приличных расстояниях находится, не так, чтобы вот прям... За углом. Да, да. Ну, вот я думаю, что мы там в следующие несколько лет, в принципе, где-то и проведем. Понятно, да. Вот на самом деле Азия нас тоже привлекает, потому что в Азии мы 7 лет зимовали, мы там по полгода фактически на протяжении 7 лет, с октября по май или по апрель мы там тоже тусили. Но у нас место, любимое место Самуй. У нас почему-то вот с Самуя все началось, и, собственно, вот на по Самую почти пустили корни, у нас там появилась куча-кучная друзей, и они нас ждут уже сколько лет, когда мы к ним приплывем. Вот. Соответственно, очень мы сильно скучаем и по Таиланду, и по вот окрестным странам, но, конечно, больше всего по Таиланду, потому что Андрей на севере Таиланда за Чангмаем там учился, у местных мастеров жил там в деревне у них, и, в общем, постигал искусство, целительство вот этого всего. Мы там ездили постоянно во все окрестные страны, поэтому вот вашу тягу к Азии мы очень понимаем, вот прямо разделяем. Я сейчас вас слушаю, думаю, блин, надо будет потом из Владика туда. Таиланду, именно к Таиланду. Вы знаете, Азия, ну, не вся такая. Она не вся такая, а именно Таиланд, вот, честно, я лучше места на земле не встречала. Хотя там Кения восхитительная, там в Саус-Африке мы еще не были, в Австралии мы еще не были. Ну, то есть есть места, которые вот прям хочется изучить, но по сей день Таиланд просто вот, если взять все вместе, ну, там я могу жить, и это, ну, я готова это место называть своим домом. А у вас же это вообще локальный регион, у вас туда там полтора часа без смены часовых поясов, и вы на месте. Ну, так-то да, да. У нас прямой рейс Новосибирск-Бангкок, 6 часов всего лететь, и это, конечно, очень круто. Там вот, когда этот мир весь вернется в нормальный режим, мы, конечно, я думаю, в Таиланде... Ну, или мы как-нибудь хакнем его. Ну, я на самом деле на Самуи был пять раз, мне очень нравится. Супер, там прям супер. Мы там почти прижились, мы, знаешь, там почти дом купили, но потом передумали и решили, что если мы там купим дом, мы будем вынуждены приезжать только туда. Ну, и вот, как бы, после этого купили яхту, и уже, да, действительно, со своим домом ты можешь прийти куда угодно. Да, и вот меня это всегда останавливало, и именно поэтому я взял, выбрал яхтинг, потому что это дом с возможностью перемещения. Катамаран. Ну, неважно, любое плавсредство, любая лодка, это дом с возможностью перемещения. Мы скоро взорвемся, честно. Я как представлю, что нам выходить куда-то... Лодка станет шире и длиннее. И это у нас вакуумные пакеты, и вообще мы короли вот этого вот... Эффективного упаковки. Эффективного упакования, ну, это просто невозможно. Ну, и я занимаю полместа, я готова признать, ну, именно половину всей лодки, то есть остальная половина это туалеты, спальня и Сережина помещения, и половина это моё. Вот, в общем, мой уголок, моё царство, это половина лодки, большая часть. Весь стол оккупирован. Сейчас я вот готовлю палитру, выглядит оно вот так. А вот здесь у меня коллекция крупных картин. Маленькие там спрятаны, а крупные, вот, могу показать. Они хранятся у меня в специальных пыльничках. Это последняя из проделанных. Здесь суперколлекция очень редких для меня ракушек, то есть сейчас я в таких паттернах работаю, и вот эти работы уже пойдут на выставку. У меня периодически что-то такое заказывают, я в своём инстаграме потом их выкладываю, которые такие заказы, а вот эти работы я пока собираю. Вот ещё одна похожая. Это будет 12 кругов с разными паттернами, с разным количеством и биоразнообразием внутри. Плавно переходящий от суперогромного биоразнообразия до практически песчинок и фоселов и камушков. То есть это деградейшнал биодайверсити. Тема такая. Сейчас ещё одну покажу, чтобы было понятно, что у меня не только квадратики и полосочки. Так, ещё вот такая. В общем, четыре работы уже сделаны. Вот такая. Это всё чисто панамские ракушки. В этой работе собрана именно местная коллекция. Я так, чтобы их и отложить, и не использовать в других работах, и все вместе держать. Вот такими вот штуками я занимаюсь. Смотрите, у меня вопрос к вам такой. Давайте начнём, наверное, с... Наверное, три вот таких вот момента, которые поменяли ваше мировосприятие. То есть что-то такое, знаешь, что было реально удивительное. То есть вы ожидали по одному, получилось по-другому, и это поменяло ваш кругозор. Тут как бы не сказать, что мы прям ожидали одного, а получили другое. Мы, скажем так, утвердились в одной из версий. Это вот, конечно... То, что земля круглая. Да, Андрюха понял, наконец, что земля круглая. До этого сомневался. Вот. Что касается меня, ну и, возможно, девчонок... Ну, для яхтмена нормально, чё ж. Да. Что касается другого момента, это вот наш феерический заход на остров Рождества, точнее, попытка захода, да, она прогремела там по всем СМИ с подводкой. Семья россиян тонет в Индийском океане, и порты Австралии и Новой Зеландии отказываются их принимать. Это, конечно, мы когда стали получать от родственников через спутниковую связь такие сообщения, мы тут лежали, не знаешь, смеяться или плакать, вот, насколько средства массовой информации извратили изначальный посыл, который им был подан, да, вот, и они его действительно извратили. Ну, в общем, короче, на самом деле, когда мы... Слушай, мне тебя перебьют. Знаешь, сколько человек мне прислало сообщение о том, что нужно что-то действовать, ребята тонут в середине океана, им жопа, я такой, так я-то понимаю, что никто не тонет, никому жопа. Ну, да, сейчас такие ситуации могут не пустить, могут вообще просто отправить. Нас на Ямайку вообще два месяца в карантине держали без права выхода на берег, мы там просто в бухте стояли. Ну, сейчас такие времена, но это не то, чтобы прямо вот жопа-жопа, ну, просто, ну, какая-то вот такая ситуация, и так как там сейчас все закрыто, ясен пень, что вас туда могли не пустить, и вот не пустили. И мне все пишут такие, а-а-а, блин, надо что-то делать, надо что-то делать. Я такой, спокойно, ничего не делайте, если надо будут, будут решать вопросы. Да-да-да, вот это да, на самом деле все так, потому что, как бы, мы ведем блог, мы продолжаем писать, ой, там сегодня мы сделали то, сегодня это, а потом вдруг приходит, что, оказывается, нас надо спасать, причем в Индийском океане нас это очень порадовало, вот. Но даже дело не в этом. То есть, когда мы шли, вот, пытались зайти на остров Рождества по имюдженсе, а мы пытались зайти по имюдженсе, ну, потому что там половина всего сломалась, что нужно было срочно починить на спокойной воде. И у нас самое главное, у нас сломался опреснитель, и мы вот полтора месяца шли без опреснителя. Но пока дожди были, все нормально, а выше 10-го градуса дожди кончились. Соответственно, мы к приходу на остров Рождества уже почти месяц были без дождей, допивали свои баки, и у нас там оставалось вот воды тика в тику на две недели. И ты как бы идешь посреди океана, и ты понимаешь, что, ну, все страны закрыты, и соседняя французская Полинезия закрыта, и то, и сё. И если тебе вот идти марш-броском на, мы сначала выписались на Панаму, то есть если тебе фигарить на континент, да, тебе надо будет спускаться к широте острова Пасхи, а потом подниматься к Панаме, либо если тебе фигарить на Евразию, что там тоже, в общем, там больше 6 тысяч миль, только по прямой, по генеральному курсу, тебе все равно нужна вода. Вот. И как бы, коль скоро нам все равно надо починиться, сделать, ну, устранить поломки, вот у нас там было и с фалом проблемы, и с гротом, и вот это все. Мы пишем агенту острова Рождества, что, типа, как там у вас обстановка, мы хотим зайти по имердженси, получить воду и просто постоять на якоре без выхода на землю, тупо починиться. Он связывается с властями, власти говорят, как заходить, куда звонить, все вот эти вот дела, то есть вы подойдете сюда, лежите в дрейфе, вызываете того-то, и вот это все он нам присылает. Соответственно, мы, нас проносит, мы же против Пассата рубились, то есть вот так Пассат, да, нам надо вот сюда, нас относит на запад, все время планомерно. Одна из неожиданных. Мы очень не остро шли, понятно. Очень не остро, да. И там мы, ты сама, на самом деле, там я знал про течение, но что оно окажется, там три с половиной узла течения Пассатное, вот это был для нас сюрприз тоже. То есть мы пришли на экватор, и нас река такая дынс и унесла. А в одну сторону войти. Да, 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 вот сейчас поэтому и думаем про Владивосток. Да, ну и соответственно, как бы, когда от агента приходит ответ, типа, ребят, заходите, мы врубаем мотор и сутки хреначим против Пассата и течение на остров Рождества. И против, да, вот против ветра, против течения. Два узла, два узла. Да, да, да. Два с половиной у нас мощный двигатель. Но, в общем, мы пришли на этот остров. Перейдите выше, да, и выше. Да, 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 да. И мы пришли на Рождество, вроде как, может, подстелили соломки, типа, ребят, ну, это нам надо встать, да, и воды как-то. 70 дней в океане, 70. Ну, и нам по радио, значит, они там что-то все выяснили, что, куда, как. И потом говорят, ищите другую страну. Мы говорим, ну, ладно, хотя бы встать, дайте нам починиться вот на якоре. Они такие, нет, нифига нельзя. Но я говорю, Андрей, что делать? Он говорит, что делать? Встаем, мы дальше идти не можем, все равно. Мы встаем на якоре, они приезжают, нас караулят все это время. Мы чинимся, невзирая ни на что. Вот, и потом, соответственно, до вечера стоим, ремонтируемся и спрашиваем их периодически, а что вода-то, ну, воды дайте нам как-то, вот, у нас вот дети, они видят, там, Лада по Балубе бегает, вот это все, там, патроны подает. И ни в каком вот этом варианте, то есть, они сначала вроде как покумекали, говорят, ну, окей, сколько у вас наличных? Мы говорим, ну, вот столько-то, типа, в долларах у нас есть. Они говорят, сколько литров надо? Мы 400, а не дышь в обморок, мы говорим, ну, 300, 200, сколько есть, дайте. Они покумекали и исчезли. И, собственно, потом, когда мы там в десятый раз их вызываем, или они нас там вызывали, вы вообще еще тут? Мы такие, да, тут ждем воду. Они, окей, через час звонят вы еще тут, да, тут ждем воду, окей, через час звонят вы еще тут, то же самое. И, короче, потом они такие, ну, идите, в общем, ищите в другую страну. Валите, да, уже валите, все. И вот надо было видеть наше лицо, когда они нам отказывали, я записывала это на камеру. То есть, мы, естественно, мы не рассчитывали, что там нас везде примут, нате вам поесть, попить, заходите, раздевайтесь, да, как бы понятно, куда ты идешь и что, но тут предварительная договоренность была, да, на палубе дети, вода кончилась, и хреначи через полокеана они про все это знают. Они не спросили ни трек наш, да, запись, чтобы доказательство, что мы никуда не сходили. Они какие-то там, ну, никаких вариантов нам, предложенных нами, они не поддержали. В конце концов, я не знаю, лодку можно было припаковать, да, какую-нибудь промежуточную, в нее воду сложить. Ну, то есть, есть варианты. И в тот момент у меня не было удивления, допустим, что они там отказали, а было удивление, что, блин, мы два года живем в пандемии, и если яхта реально будет требоваться, вот-вот, ну, то есть, как бы последний стакан допили, да, мы-то вот классно оснащены. А есть лодки, которые не классно оснащены, у которых реально имюдженси такое, что они просто сдохнут. И, блин, не придумали способы бесконтактной передачи воды людям, которые 20, там, 70 дней в море. И, как бы, ты либо идешь подыхать, да, либо ты там стоишь и нарушаешь закон условно. И вот эта вот немобильность человеческих возможностей под вот изменившийся мир уже, вот это вот меня поразило. Это такой был факап, скажем прямо, да. И, ну, мы такие, ну, ладно, что. Я говорю, Андрех, мы бороться за воду будем. У нас есть еще ручной опреснитель аварийный, вот тот самый, который надо ручкой качать, да. И за час качания ты 5 литров накачаешь. Но это, сами понимаете, какой-то головняк. Да, что это нужно несколько канистр. Да, ну, это как от 1,35 модель. У нас он как аварийный есть, то есть, но мы его ни разу пока не активировали, к счастью. Не, ну, в целом, хорошая вещь. Это если, ну, да, это если вообще вот прямо сказать. Да, про большие суда есть такое, да, то есть мы, в принципе, да, мы обращались тоже там, ну, мы обращались не за помощью, просто общались с судами там вот в Патагонии. Мы там даже в гости ходили к ребятам, нас там пирожными кормили там. Ну, это до пандемии. Да, ну, это до пандемии были истории. Вот. А здесь мы сейчас тоже там на связи были с юристами международниками, которые как раз занимаются морским правом, вот, в том числе, чтобы нам, для нас вот эту ситуацию маленько прояснили. И нам рассказали достаточно много сейчас историй, когда большие суда с человеком там, с инфарктом, например, а их просто на берег не выпускают, его в больницу не берут. И эти вопросы никак не улаживались. Вот в Японию сейчас суда приходят, их заправляют там топливо, например, а экипаж на берег там ни в каком виде, вообще никак, там больной, не больной, вообще без разницы, просто вот страна закрыта. Это Япония тоже, которая, на мой взгляд, цивилизована достаточно страна. Ну, вот, пожалуй, это было такое самое главное, что пошло не по плану, да, но не считая там глобальной поломки опреснителя, допустим, потому что понятно, что все ломается, особенно когда ты по штормам 40-х, там 49-й градус, да, у нас в последние там самые южные были, 49 с половиной мы сейчас спустились. Вот, фигарит тебя шторма у этих слоев, потом посад встречный, и вот это вот вся история, понятно, что круче всего ломается. Но вот опреснителя, выход из строя, он, конечно, немножко автономию нашу сместил, то есть мы, в принципе, можем вот так вот сейчас опреснитель починим, выйти полгода вообще ни с кем не контактировать. у нас всего хватит и еды, и воды, и всего на свете. Вот, и терпение. И запчастей, и рук. И запчастей, и рук, и терпение, да. Вот, опреснитель, да, сломался. Вот, но опреснитель, да, сломался, и как бы... У нас проблема с помпой Кларка, то есть это одна из самых дорогостоящих и сложных частей, то есть вот сейчас пытаемся ее восстановить. Я вроде уже практически получил ремкомплект для нее, вот, но это самое, вот еще пока не дошел до того, чтобы разобрать, собрать заново, посмотрим. Ну, собственно, а остальное, знаешь, вот когда все пошло не по плану, ну, кроме пандемии, все остальное идет по плану, и таких вот прям, мне кажется, знаешь, вот самое, мое такой инсайт за, ну, за этот год, за предыдущий, в общем-то, все три года вот этой Южной Кругосветки, да, что как бы даже когда что-то идет не по плану, очень быстро, у тебя уже мозги настроены на то, ну, и руки тоже, как сделать так, чтобы это превратился просто в план Б, то есть вот такая какая-то стрессоустойчивость появилась, и очень большая гибкость, то есть пружины можно растягивать еще больше, чем раньше. Ну, наверное, такая еще, большее укрепление в вере в свои адаптативные возможности, то есть вот сейчас вот нас там тоже многие спрашивают, вот сейчас вот вы там приедете в Россию, а как вы там будете? Я говорю, а нам хорошо там будет, потому что мы, в принципе, умеем уже приспосабливаться к любым условиям, и всегда существуют план А, план Б, план С и так далее, то есть на любую ситуацию, вот, и там то, что там где-то плохо у кого-то, но это у кого-то может плохо оказаться, а для нас оно просто новые возможности откроются. Просто яхтсмены, они такие, знаешь, как тараканы, они если, если что-то пошло не так, значит, мы адаптируемся по-любому, даже атомный взрыв, у нас все равно все будет хорошо. Все нормально, и в целом вот отношения, когда все так очень структурировано, что там это сломалось, ты там сделал это. Вот так у тебя день не задался, ты его использовал по-другому. Не смог дойти в этот порт, пошел севернее, потому что не мог вырежаться. Ну да, вот так вот, никогда. Единственное, что в больших городах, ну, ты успеваешь меньше, просто потому что там куча на тебя каких-то особенностей, там трафика, там устал, и вот это вот все. Там запланировал 6 дел, сделал 2,5, и такой, о, день прошел эффективно. А скажите, вот у вас какая-то была такая встреча, вот прямо, которая вот неожиданная, знаешь, вот совпадение, сюрпризы, когда вы кого-то встречали, но, ну, не знаю, это вас вот там впечатлило, там воодушевило или как-то вот так. Короче, кто вам запомнился больше всего на вашем пути за последний год? Кто вас так прям зацепил и почему? Мы в Австралии 31 января вот этого года, мы встречали Джона Сандерса. Это человек, который в возрасте 81 год, завершил свою 11-ю кругосветку одиночную и пришел вот в свой домашний порт. Мы стояли в этом порту, и он как раз туда пришел, вот где мы там, вот буквально там в 50 метрах от нас поставил свою яхту. Вот это была просто встреча такая, но мы... Это была уже наша вторая с ним встреча, мы с ним познакомились в Кейптауне, в Кейптаунском Кейптаун Роял Йот Клаб. Вот. Я сначала не знал, кто это, мне потом сказали там ребята местные. В местном баре приходит такой, ну, взрослый дядька, я бы не сказал, что это дед какой-то, вот я не могу даже так назвать, то есть хотя ему 81 год. Приходит в бар, заказывает себе пинту пива, садится, выпивает ее. Я сижу рядом, мы что-то там начинаем разговаривать, я говорю, давай сама угостить тебя, ну, давай. То есть я ему покупаю это пиво, мы продолжаем разговаривать, я понимаю, что вот это вот тот самый Джон Сандерс, про которого вот мне там рассказывали, про который я знал. Вот. А потом мы пошли на восток, а он пошел на запад. И вот за то время, пока мы дошли, прошли просто Индийский океан, он прошел всю оставшуюся кругосветку, и пришел в Австралию опять. И вот там мы его встретили. Не, ну мы зависим, мы уже год простояли. Вот, вот, вот такая история, вот с такими удивительными людьми периодически мы встречаемся, но я думаю, что как и вы тоже. Вот, и еще про него я хочу добавить, то есть это человек, который совершил тройную безостановочную кругосветку, то есть три оборота вокруг Земли без заходов в порты. Это было там лет двадцать назад, это книга рекордов Гиннесса, у него всего 12 мировых рекордов в книгу рекордов Гиннесса занесены. Вот сейчас, наверное, будет 13-й, как самый старый человек, совершивший кругосветку. Вот. И вот знаете, чтобы вы понимали, что... Нет, это, наверное, рекорды кассируешь. Сейчас, чтобы вы понимали, что это за человек, мы... Я брала у него интервью, потому что я, это, журналист Яхтраши, пишу журнал, ну, в Яхтрашу статьи о разных интересных встречах, путешествиях на яхте и все вот это. И когда я брала у него интервью, я говорю, Джон, напишите мне, пожалуйста, вот автограф, ну, на листочке, просто напишите что-нибудь там, счастлива Марина, там, еще что-то. Он ручку взял, говорит, слушай, я, наверное, не смогу. И вот он держит ручку, у него тремор очень сильной конечности, он левой рукой взял правую руку и еле-еле вывел слово Джон на бумаге. Все. Это человек, который только что один вернулся из кругосвета. Это как альтемер, да? Представляете? Но это нет, это как бы тремор конечностей. Он говорит, у меня уже это давно, но сам факт, вы представьте, он имя свое написать не может, но он один пересекает океаны и обходит вот... Ну и очевидно, какие-то ремонты, это тоже на яхте. Мы понимаем, что это такое. То есть вот, ну, просто удивительный человек. Да. Вот я офигела просто. Я не знаю, у него электроники нету. Хардкор. Прямо, ну вот, прямо очень круто. А вы не брали с ним интервью на канал, там, ну, YouTube, там, видео? У меня есть только аудио, да, видео, к сожалению, нет, есть фотографии. И я вот сейчас вот тебя слушаю и думаю, что-то я протупила, надо было камеру-то включить. Но у него настолько специфический, неразборчивый австралийский и английский, что вот расшифровка его аудиоинтервью, там у нас занимались два переводчика, две переводчицы, наши подруги, у которых австралийские мужья, они не смогли это сделать. Прикиньте, да, как мы переводили всем миром вообще. И только потом кто-то нам смог это самое. То есть, ну, тут просто даже иногда сложно разговор поддерживать вот в режиме реального времени, то есть приходится очень много думать. Да, да, потому что вот я так понимаю, почему я обратилась за помощью, за помощью к расшифровке пришлось обращаться, потому что вот в моменте интервью я понимала, что там 50, а то и 70 процентов того, что он отвечает, от меня прямо скользает. И я думаю, блин, что-то я-то думала, что у меня уровень английского за год жизни в Австралии так круто вырос, а я-то нифига понять не могу. Отдаю одной девочке, она замужем за австралийцем. Она говорит, слушай, Марин, мы вместе с мужем разбирали, ничего не поняли, да. Отдаю другой девочке, она замужем за австралийцем. Она говорит, слушай, Марин, мы два часа разбирали с мужем вместе, ничего не поняли. Ну, там какие-то детали поняли, но прям вот там 10 минут они мне пытались перевести из особо это еще особенность сам собственно дикции некоторые же и по-русски говорят неразборчиво да вот то есть это вот сложилось у него вот так но человек удивительным и в конце концов расшифровали нашла девушка да но вот интервью выйдет с него на яхниража очень скоро я думаю что в следующем месяце или там первый номер нового года вот должно выйти это интервью в журнале яхтраша блин это стоит конечно расшифровать если такие люди это просто как в любом случае такие встречи так в любом случае интересно потому что там есть что рассказать главное не главное не том как он это делает то есть ну как это понятно уже то есть но что у него в голове почему он так думает почему он так хочет делать мне кажется вот это вот супер интересно потому что это какой-то другой альтернативный взгляд на мир он увидит по-другому и вот мне кажется что это как раз вот то что интересно действительно узнавать вот какие у вас ноу-хау за этот год вот чему вы научились которая вот прям супер скилл которым готов поделиться со всеми скилл или гаджет то есть вот что что вы нашли для себя такое что вам просто поправила вашу жизненную рутину или типа того вас трое у каждого должен быть свой давай его четверо лада и вот умения у нас разные вот сейчас лада про свой скилл расскажет лад ты куда лада исчезла вот у нас у насти за этот год появился новый скилл предыдущего предыдущего года у нее было мастерство какое танцы нет это был предыдущий год предыдущий в этом году я еще больше стала разбираться в яхтинге я поняла как работает ветроруль это для меня прям ветровой автопилот потому что я до этого восемь лет жила на яхте и до меня все не доходило я все никак не могла в этот переход я его поняла я смогла им пользоваться и это прям вообще для меня очень было неожиданно и приятно вот но не связаны с яхтингом мастерство слушай на стану тебе теперь надо эти низ ну не связаны с яхтингом надо теперь на водных видах спорта там же тоже динамика те же вообще принципе принципы кайтинг серфинг виндсерфинг вот это вот все это крыло сейчас модно и с фойл бортом ты уже реально все эти динамики понимаешь мне кажется вот как раз тот момент то что не с яхтингом связано еще в двадцатом году ну вот я начала ходить танцевальную школу это для меня такое достижение что я никогда раньше в жизни танцевала там за там полгода научилась ну в общем достигла своего лучшего результат а латиноамериканский таль танцы я ходила в школу в перте и мама тоже ходила класс класс бачата зук и еще дайвинг мы находимся здесь мы же здесь вот каждая вечеринка в баре нас куча танцевать вот этому всему у нас каждая вечеринка в баре там местные девчонки так танцуют я там прихожу и вот эти свои там тырым тырым вообще это просто мимо кассы по сравнению с тем как какие они изящные сколько у них там разных типов мувов настя это офигенно учись вот сейчас задавай себе базу чтобы потом делать вот этот фьюжн делать евро азиатская карибская в общем чтобы иметь приколы по каждому пункту это очень круто и вообще танец так он дает владение своим телом ты просто начинаешь ощущать какие-то свои новые там связки мышцы которых даже не знал что они там но мы смотрим то как это здесь происходит это очень круто причем они здесь все танцуют и для них это органично нашей культуреboxing нашей культуре это прямо как ну не знаю настоящие мужчины не танцуют они даже ходят с трудом а здесь все мужчины приходят в бар и начинают просто там танцевать и девушки танцевать это так органично это так ну легко и просто он блин это очень круто его совсем тут прямо еще больше тут у них вот этот вот латинские танцы, латинские ритмы, и мы просто приходим в пятницу, у нас по пятницам здесь вечера музыкальные, и мы, если в восемь не сразу пришли, так такие уже вау-вау-вау-вау-вау! Как тут все круто! Они просто органично заходят, очень круто, нет, очень крутой навык, очень нравится, прикольно. Конечно, вообще, ну, вот владеть своим телом, и вот это все. Вот эта танцевальная школа Насте еще дала такой, ну, не побочный эффект, а может, один из главных, потому что она у нас довольно, какая? Какая, а? Довольно замкнутая, то есть, в принципе, вот пойти на контакт, да, тем более сейчас еще такой возраст, то есть, это мне уже нечего терять, а со всеми подряд можешь знакомиться, там, разговаривать, да? А она у нас очень сдержанно, в принципе, в первых контактах. Ну, какой она, у тебя бойфренд рядом! Да, опять же, да. А тут, вы понимаете, танцевальная школа, там, ну, партнеры меняются, да, по кругу танцуют, но с одним потанцуешь, с другим, вот для того, чтобы... отрабатывать приемчики, и постоянно с тобой разный партнер, там, каждые две минуты, каждую минуту, и вот это вот для Насти, конечно, это был барьер психологический, если до этого она там даже на дискотеке особо в паре, там, раз-два я обчелся, танцевала, а тут надо делать это по 4 часа в день, там, 3 раза в неделю. Ну, конечно, это тебе вот мама! Да я переберу у себя только первое занятие, а дальше вообще... Вот я боялась вот этого момента, а у нее, хоп, после первого занятия и поперла, и вот это прям тоже очень такой хороший прорыв и вот навык. Я думаю, что теперь она не боится общаться с положенным полом, в том числе она там в поле. Слушай, Настя, но вы когда, вы когда дойдете до Владика, так выбери себе классную танцевальную студию, потому что вот, ну, что касается вот этой культуры танцевашек, и особенно латинских и всех, есть ведь, как это называется, я не помню, как это называется, когда вот они собираются просто потанцевать. У нас в Киеве есть такой Карибиан Клаб. Просто потанцевать. И это офигенная, ну, такая энергия, энергетика и владение собой, владение с собой вот перед прямо посторонним человеком, ну, это офигенный навык. Я считаю, что это очень круто. И в Австралии, блин, нифига себе с этими грингоменами там. Мы бы никогда не подумали, что это там возможно. Да, да. В Майами, да. Ну, у нас тут на Карибиан так точно, да. Тут просто только включается музыка и тут же начинаются там. Вдоль дороги машина проезжает с музыкой, люди танцевать начинают. Да, да, да. Тут все такие музыкальные, танцевальные. Просто себя чувствуешь закостенелой деревяшкой по сравнению с их вообще размахом. Ну, во-первых, я научилась управлять мотором на тузике. То есть, мне не хватает сил пока завести, потому что надо сильно дергать ту штуку. Но так-то я уже могу рулить. Плюс я завела свой блог в Инстаграме. Это пока не навык, но уже почти умение. Она такие посты пишет. Я боюсь, что когда-нибудь люди скажут, там нарывать за ладу пишут. Прям хорошо так пишут. А так уже писали. О, несколько раз. Ладно, скажи, подписывайтесь на мой Инстаграм. Вы подписывайтесь на мой Инстаграм. А до этого, это правда чуть годом раньше было, она у нас занималась в парусной школе и научилась гонять на оптимисте. Причем они там в Западной Австралии на таких ветрах гоняют. 25 узлов, да? Яхты в море не выпускают. А они по одному на оптимисте фигарят, прикиньте. Потом на новых уроках я уже была помощником тренера. То есть, когда они набрали там новый курс в школе, Лада была помощником тренера и там корректировала, как они там ходят, представляете? Я два курса дайвинга прошла. Да, Настя у нас еще скиллом дайвера обладает. Это молодец, молодец. Молодец, очень круто. Причем этот оптимист, это же ужасная лодка. Ты одной рукой управляешь, другой рукой воду черпаешь из нее. Короче, самое интересное, когда ты на оптимисте, нас учили правильно переворачивать лодку, а потом ее правильно ставить обратно. И мы потом шел урок, и мы там с партнером такие, а давай перевернем лодку? Переворачивали. И потом купались рядом и переворачивали обратно. Так что теперь с ней не страшно. У нас парусный дингий, и вот с ней теперь не страшно выходить, если его вдруг завернет, лада будет обратно переворачивать. У нас парусный дингий, да? Да, у нас дингий Волкер Бэй, и, собственно, на него есть мачта с парусом. Вот мы всеми средствами, то есть там и весла, и весла, и парус, и мотор, то есть можно на чем угодно. Вот мы когда стояли в Мексике, на Исламухерес, мы целый месяц только на парусе ездили на берег туда-сюда. Вот, какие навыки у взрослых появились? Марин, ты помнишь, какие у тебя навыки? Или мне про свои рассказать? Конкретно за этот год, какие у меня навыки появились? Я не знаю, навык терпения еще большего, чем раньше, потому что, если до этого у нас максимальный переход был 62 дня, то сейчас он был 85 дней без людей других. И это так тебя прокачивает вообще как самодостаточный организм. И вот мы вчетвером, соответственно, 85 дней видели других людей, только когда нам кричали с лодки, ну что, когда вы отсюда уберетесь? Вот на острове Рождества. Это было на 70-й день. И все. Вот это на самом деле вот такой навык командостроения, когда ты уже в дальнобое, и ты все равно продолжаешь взаимодействовать друг с другом комфортно и сохраняешь вот это присутствие духа. И вот это вот все. И, конечно, чем больше этот срок, тем у тебя на новый уровень внутреннее вот это мастерство выруливания всего выходит. Конечно, иногда трудно, но вот как команда, это такой командный навык, не конкретно мой. Вот то есть мы как-то вчетвером еще больше прокачали вот этот уровень, когда ты там после 62 дней на 85 уже вышел самоизоляции. Понятно, что это труднее уже гораздо. И прям, ну я думаю, что это может в разных ситуациях сработать, в том числе в большом социуме, когда ты обладаешь терпением не взорваться. И в том числе в отсутствии социума, когда ты знаешь, чем себя занять, несмотря на то, что там взаимодействовать особо не с кем. Вот как-то так, да. Ну да, я здесь хочу дополнить, поскольку в команде есть капитан всегда, который отвечает за всю команду. И вот, пожалуй, я тоже вырастил в себе чуть больше терпения и чуть больше гибкости по отношению ко всей команде. Для того, то есть умение сглаживать конфликтные ситуации. То есть оно и так присутствовало. То есть мы, как все нормальные люди, периодически там конфликтуем, пытаемся там ссориться. Иногда... Конечно. Вот. Чаще безуспешно и ненадолго. Ну, по крайней мере, с каждым днем, прошедшим вот в море и в нашей так называемой изоляции, вот этот навык, он больше и больше шлифуется. Вот, пожалуй, так. Слушай, ну, на самом деле на лодке, особенно когда вы постоянно путешествуете с небольшим экипажем, то есть закрытый социум, это, наверное, самое сложное с точки зрения терпения и выработки толерантности к другим людям. Потому что все люди разные. Даже если это одна семья, в любом случае, у каждого есть какие-то свои приколы, которые в любом случае бесят друг друга. И здесь вот это вот smooth the corner по-английски звучит, чтобы не было вот этих конфликтных ситуаций. Их нужно, вот эти пожары, постоянно тушить, а тебе не хочется их тушить, тебе хочется все нахрен сжечь уже. И вот это вот, наверное, самое сложное. Слушай, их четверо, а нас двое. Спокойно. Нас-то двое, и мы там раз в месяц выходим на какой-то... Ну, ты выжила, так что все нормально. Повезло. Чисто протащила. Навык управления экипажем на 75% состоящим из женщин. Это, да, тоже... Вот есть такое. Да, только 75%. У нас так 50-50, и мы воюем, знаешь. А у тебя там трое против одного. Нормальная тема. И тебе прогнуть, наверное, намного сложнее. Спокойно. Судя по моему захваченному... По моему захваченному территорию... Прогибается все, да? Да, прогибается все. Все гибко. Давайте финально. Мы желаем вам, Сергея, Дина, и всем нашим и вашим зрителям Нового Года, в котором будут сбываться все мечты, все надежды. И пусть люди сумеют приспособиться под этот меняющийся мир. И пусть будет все у всех хорошо и так, как они задумывают. Ура! С Новым Годом, ребятки! С Новым Годом! С Новым Годом! Спасибо! Пускай все задуманное осуществляется. Мы абсолютно присоединяемся. Пускай все задуманное осуществится. И чтобы у нас была возможность уже начать двигаться без вот этой вот всей фигни, которая реально, блин, напрягающая. Потому что уже достало... Слушай, да учись выживать в этом нелегком мире. Все нормально. Я считаю, что окей. И так окей. Друзья, подписываемся на наш канал, подписываемся на канал друзей. Вот ссылочка сейчас в уголочке появилась. И не забываем писать комменты. Я понимаю, что нас смотрят, в принципе, одна и та же аудитория. Но есть новенькие. Но, наверное, кто-то не смотрит. Поэтому, друзья, я думаю, что от всех нас мы вас обнимаем. И желаем вам всего теплого, светлого. И Нового года. Пускай мечты сбываются, границы расширяются. И вот это вот все. Растите над собой, и пускай все будет здорово. С Новым годом! И вам великолепное семейство! С Новым годом! С Новым годом! Ребята, пусть ваши мечты сбываются. Ничего не бойтесь. Все ссылки в описании. Ссылка на канал капитана Германа вот здесь. Подписывайтесь. И будем следить за перемещениями друг друга, вдохновляться в два раза больше, исследовать свои мечты. С Новым годом! Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Встретимся! Встретимся обязательно! Можешь дышать по-моему? Может быть! Да, отличная идея! Ура! Ура! У нас намечаются еще новые проекты. Следите за нами! Следите за Сергеем с Диной! Всем добра! Субтитры подогнали Симон!